Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем шалом! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И сейчас мы находимся в... Такая книга называется Хитос. Хитос это сборник такой, по которому очень удобно изучать Тору каждый день. В нем есть отрывок из недельной главы «Письменная Тора». Это прямо хумаж. А главная, это прям главная книга Тора, пятикнижия, с которой Машей Рабейнон спустился с горы Синай. Он спустился со скрижалями. И вся Тора была у него. Доброе утро! И, значит, потом идет книга Тания. Книга Тания это внутренняя часть Торы. Это глубинная часть Торы. Это сущность Торы. Это, можно назвать, мистическая часть Торы. Тора такая встреча, как бы объясняется, как работает, что происходит внутри человека. И каким образом он взаимодействует со Всевышней, со своей душой и так далее. То есть Тания это как внутренняя часть Торы. И книга Тейлим, Псалмы. Это царь Давид составил 150 псалмов. Это как песни, как чувственная, эмоциональная. И это молитва, да. То есть это 150 молитв, которые царь Давид, он как стихи, как песни на Иврите это звучит. Он разговаривал со Всевышним. И, в принципе, это такой интерфейс личной связи с Богом. То есть очень прямо интересное вот такое составление вот этого хита. Хумаш, Тания и Тейлим, Псалмы. И вот, значит, так как я с утра изучаю, хожу, слушаю одного очень интересного раввина израильского такого на Иврите. Он объясняет, каждый день он объясняет. Есть в WhatsApp и группа. Если хотите, кто на Иврите понимает, то я сброшу ссылочку на эту группу. Ну, значит, теперь так же мы размещаем, если вы будете заходить после урока на сайт, то есть полностью на русском языке вот это полностью все еще плюс к этому еще дополнительно очень много полезного, то, что на каждый день. И, значит, сейчас у нас 20 минут. Вот мы учим такие идеи, которые, мне кажется, для меня они были, во всяком случае, важны. Я хочу с вами поделиться. Значит, Хумаш, сегодняшний отрывок начинается с такой заповеди интересной. Когда будешь строить новый дом. Когда ты построишь новый дом и сделаешь ты ограду на крыше. Значит, зачем делать ограду на крыше? Чтобы ты не положил дословно кровь на свой дом, потому что упадет падающий с него. Такая вот заповедь. То есть, Всевышний конкретно сообщил, что ты построишь новый дом. Раша объясняет на эту... Сразу давайте я дам объяснение, и потом какую вот идею я из этого вынес. Объяснение здесь такое. Если ты выполнил предыдущую заповедь, предыдущая заповедь была о том, чтобы когда птица сидит на гнезде, то тебе нужно ее отогнать, эту птицу. И, значит, в общем, такая была там заповедь, очень непонятная, одна из самых непонятных заповедей. И если ты выполнишь заповедь Всевышнего, тогда, так как сразу написано, когда построишь дом, написано именно, когда построишь дом. Из этого учат, что когда, если ты будешь выполнять заповеди Всевышнего, тогда заповедь вызывает заповедь. Награда за заповедь, заповедь, и ты в итоге построишь новый дом. И дальше идет виноградник, потом идет про виноградник, потом про красивые одежды. То есть, Тора, она как одно вытекает из другого. Делаешь заповедь, тебя дальше ведет к заповеди. Делаешь преступление, ведет к еще большему преступлению. Аграда. Аграда, значит, есть перевод на арамейский язык, как раз Антелос, это был такой племянник императора римского, он принял когда-то иудаизм, он был очень умный, и он перевел Сутору на арамейский язык. Его перевод используется уже почти две тысячи лет. И он говорит, что ограда, он перевел на арамейский язык, как футляр. То есть, когда ты построишь новый дом, ты сделаешь не ограду, а как футляр. Сейчас узнаем, почему футляр. И дальше написано очень странным языком. Если падающий, чтобы не упал падающий. Прямо представляете, вот так написано, чтобы не упал, ти и поль анофельмимена, когда упадет падающий с него. Чтобы не упал с твоей крыши падающий, значит, поставь ограду. Объясняет Раша. Ему суждено упасть. Почему написано, что упадет падающий? То есть, у него, у того, кто упал с твоей крыши, у него судьба была упасть сейчас в этот день. Почему он должен был упасть? И разбиться насмерть за преступление им совершенное. Но, несмотря на это, не допусти, чтобы смерть его была при твоем посредстве. Ибо доброе совершается при посредстве доброго человека, а дурное при посредстве дурного. Значит, это написано, с сифрой, это около двух тысяч лет назад написан вот этот вот комментарий. Раш его приводит, но он приводит из источника, прям указывает, где он его взял. Получается, что давайте рассмотрим ситуацию. Говорит нам Всевышний, значит, когда ты построишь дом, сделай на крыше ограду, чтобы с крыши у тебя не упал падающий. Здесь мы видим две очень важных глубоких идеи. Первая глубочайшая идея, что человек должен думать на шаг вперед, на шаг вперед, на два шага вперед. Он должен обдумывать, что может быть. И есть такая известная Мишна Пертьевод, сказал Рабанехан Бензакай своим ученикам. Он им сказал так, какое самое главное качество, с помощью которого человек прилепляется ко Всевышнему. И там были разные варианты. Раби Элезер Бенуркан сказал, добрый глаз, мы много про это говорили. И там был Раби Шимон Беннатанель. Он говорил, аруэ этанола, тот, кто видит то, что рождается. То есть человек, который видит то, что рождается, тут есть как бы два возможных понимания. Первое понимание, я думаю, должен вперед. Что родится из моего поступка? Какие здесь есть потенциальные плюсы и минусы? То есть я пытаюсь на будущее простроить причинно-следственные связи. Если я сделаю это, то получится это. А может же получиться и в плюс, и в минус. Мы не знаем, как получится. Поэтому человек, который видит родившийся, он думает в несколько вариантов. Теперь, а если мы посмотрим назад, прочтем, тот, кто видит родившийся, то, что уже родилось. Это значит анализировать, когда происходит какой-то поступок, какое-то событие в жизни. Человек садится и думает, так, вот у меня родилось что-то в моей жизни. Иногда родилось хорошее. Человек, например, достиг какого-то успеха, чему-то сильно порадовался. У него какая-то очень хорошая вещь в жизни произошла. Он тогда спрашивает себя, вот у меня родилось хорошее. Откуда оно родилось? Что было до этого? И он начинает отслеживать причинно-следственную связь, чтобы у него родилось и дальше, чтобы у него рождалось только хорошее. Но самое главное, если произошло что-то плохое, то в этот момент человек не должен сказать, не дай бог, нельзя сказать, это случайность. Нету в жизни случайности. Всевышний управляет миром, случайности нет. Теперь, если я скажу, что то, что со мной произошло, что-то мне неприятное, плохое, это ответственность кого-то. Тоже это непонятно, как я могу стать жертвой чего-то вообще, я хороший, ничего не делал, и тут вдруг я упал, потерял, заболел, там кого-то, ну что-то произошло. Все Всевышний делает для меня, в этом мире все происходит для меня и нет случайностей. Поэтому человек, который видит родившийся, он начинает отслеживать назад, что, почему так произошло. И здесь мы видим вот в этой вот заповеди, когда ты построишь дом, сразу нам Раша указывает. А почему ты построишь дом? Потому что ты до этого выполнил заповедь отсылания птицы там из гнезда. Теперь, поставь крышу, ограду на крыше. А зачем ограду на крыше? Чтобы не упал падающий. То есть ты подумай на шаг, я не хочу, чтобы с моей крыши упал падающий. Теперь, а почему упал падающий? Да потому что падающий, он потому что он до этого что-то натворил. И сейчас ему пришло время упасть, но я не хочу, чтобы он упал через меня. И выполняя заповедь Всевышнего, ставить ограду, предостерегаться, значит я уже выполняю заповедь Всевышнего. И в этот момент она меня, вот это намерение выполнить эту заповедь, защищает меня от того, чтобы через меня произошло преступление. Понятно, вот это вот у меня такой вот вывод был. Дальше, дальше в недельной главе идет заповеди о том, что нельзя вместе засевать виноградника с пшеницей. Очень тоже нам, большинству из, я уверен, моих слушателей, я думаю, что мало людей, которые сейчас занимаются конкретно сельским хозяйством. Из моих слушателей, мне так кажется, а раньше же люди все занимались сельским хозяйством. То есть даже лет, я не знаю, 20 может назад или 30, у многих были какие-то дачи, переусадебные участки. А 100 лет назад без этого вообще нельзя. То есть если ты не занимаешься сельским хозяйством, у тебя вообще ничего не растет. Так вот, были целые законы, например, пшеницу и ячмень и зерна винограда нельзя вместе засевать. Почему нельзя засевать? Непонятно. Можно пытаться за Всевышнего придумать. Некоторые люди думают, что вот эти заповеди, они обусловлены какими-то причинами материальными. Но наоборот, то есть материальный мир как раз устроен, потому что Всевышний его создал таким, каким создал. И заповеди, они никак не обусловлены миром. Наоборот, мир обусловлен заповедями. То есть заповеди это причина, а мир это следствие. Теперь, почему нельзя вот засевать вместе виноград с пшеницей? Или следующий отрывок говорит о том, чтобы не поши на быте и осле вместе. Почему? Мы можем только гадать и смотреть, как этот закон проявляется где-то в других местах. В каких-то других местах. И что если есть две противоположности, хотя с другой стороны, почему бык и осел противоположности? Непонятно, почему бык и осел противоположности, но в общем нельзя. Я отношусь к заповедям, как к, есть такое понятие, постановление, да? То есть Всевышний сказал, надо делать. Почему? Вот когда сделаю, тогда пойму. Не вначале пойму, потом сделаю. А вначале сделаю, а потом пойму. Именно так еврейский народ ответил, когда получали Тору на горе Синай. Евреи сказали Богу, на се венишма. Сделаем, а потом будем слушать, потом будем разбираться. И именно такой подход позволяет по-настоящему понять заповеди, понять, что в них есть такого. Теперь, значит, было еще сегодня, было еще сегодня в этой вот, в Хитас. Там есть еще одна такая штучка, один короткий совет, один короткий совет называется совет дня. И там в этом совете дня сегодня была интересная такая идея, что человек, даже если он не образованный в Торе, вот он не образованный в Торе, но если у него есть сильный запрос, сильный запрос, сильное намерение, в какое-то сильное намерение что-то понять, то ему открываются невероятные вообще глубины Торы. И там рассказывается история, как был один еврей, который был, он торговец, и как-то к нему пришел один ученый еврей, и он ему объяснял какие-то вещи, а этот сидит и не понимает вообще ничего. Вот он слушает, думает, ну что вообще, я вообще не понимаю ничего. И он так расстроился из-за этого, и он пошел к, пошел он, тогда был еще Рэбе, не помню как его, один из Любавичских Рэбе, он к нему пришел в Любавичье, местечко такое, где они жили, и говорит, вот мне просто не понимаю Тору. А тот ему говорит, смотри, говорит, ты Тору не понимал, потому что ты не сильно хотел. Но если ты сильно хочешь, то тебе откроется. Есть в Мишле, в притчах царя Сламона, есть такой отрывок, написано, что им кэкэсэф тидрашэна, если ты будешь искать Тору, искать близость ко Всевышнему, как люди ищут серебро, вэкамат муним и как сокровище атакпэсэна, когда ты будешь искать как сокровище, тогда ты поймешь страх перед Богом, и познание Всевышнего ты найдешь. Именно найдешь написано. Найдешь имеется в виду, это придет тебе как находка, как подарок, как то, что человеку вот бах и открылось. И также ему ответил Рэбе, что если ты сильно будешь хотеть, то тебе откроется. И он, значит, сел и задумался, этот еврей задумался и говорит, а я действительно хочу, чтобы мне открылась Тора. Хочу ли я вот прямо сильно-сильно, чтобы мне все стало понятно, чтобы я понял, что Всевышний от меня хочет и так далее. И когда он задал себе этот вопрос, он вдруг понял, что он не сильно хочет. Он понял, что он не сильно хочет, что у него нет такого яркого, мощного, сильного желания. И он в этот момент вот обнаружил вот эту внутреннюю противоречие. То есть, с одной стороны, я хочу, но с другой, хочу близости ко Всевышнему. Хочу, чтобы Бог меня любил, я, чтобы любил Бога, хочу постигать вот эту духовную сущность. А по факту-то я никак не проявляю свое желание. И там рассказывается, что он, там его имя есть, фамилия, он сказал, нет, я реально хочу. И он остался там и четыре месяца, он остался в Любавичах. И он сидел и целыми днями учил Тору, и не выходил из синагоги, и там спрашивал всех ученых людей, задавал вопросы. И за четыре месяца он стал невероятным мудрецом Торы, которому открылись все тайны Торы. Вот такая вот интересная история. То есть, намерение, именно искреннее желание постичь Всевышнего, оно очень-очень много дает. Теперь и Псалом, сегодня как раз мы, сегодня мы как раз читаем Псалмы от 49 до 54, там каждый день есть Псалмы. И вот тут интересно, что в Псалме как раз эта мысль, она и очень ярко видна. Значит, Псалом это 49, сейчас я его открою, день 3, Псалом 49, так. И значит, написано так, опять же это 49 Псалом, видите, Псалом это песнь сыновей Короха. Я вчера рассказывал, что сыновья Короха, которые в последний момент сказали «Моше Эммет, Ветура То Эммет», они сказали «Моше это истина, и Тора его истина», то когда уже земля открылась и поглотила Короха и 250 человек, которые с ним, они остались на краю, и мало того, что они остались на краю, но так как они оказались в эпицентре духовного проявления Всевышнего, который за пределами реальности, то есть есть вся эта реальность, это как проекция Всевышнего, которая все время уплотняется, пока не доходит до материального мира. Материальный мир — это тоже Всевышний, только в той проекции, которая уже как бы плотная самая, где меньше всего духовности. А Всевышний, который творит Создатель, он вообще вне любого описания, вне любого представления. И когда нарушается привычный ход физического мира, то это проявление Всевышнего, которое вне материальной проекции. То есть проявление, как современные люди говорят, что есть какая-то квантовая реальность, в которой, в квантовой этой реальности, есть множественные варианты, которые проявляются в этом мире. Так вот то, что называют эти современные люди квантовой реальностью, это как раз внепространственное какое-то представление. Религиозные люди называют это Всевышний, который вне любой структуры. Хорошо, теперь значит, и поэтому, когда открылась земля, вот эти сыновья Короха, их накрыло это состояние, они с тех пор пророчествовали без остановки, и вот этот псаломон как раз это их песня, они потом пели эту песню. Что же они пели? Пели они так, слушайте это все народы, говорили они, слушайте это все народы, прям они вышли и пели, представьте себе ситуацию, пустыня, это было в пустыне все, и сыновья Короха, такие как они пророки, в такой одежде, и поют они, слушайте это все народы, внимайте этому все жители вселенной. Хелет, значит, слушайте, все жители вселенной, гамбны Адам, они говорят, простые и знатные, просто люди, они говорят, гамбны Иш Яхат, и простые люди и знатные люди, богатые и бедные, это очень интересно, Ашир в Эвьон, значит, в то время уже в пустыне были Ашир и Эвьон, и были богатые и были бедные, и всегда есть в мире, почему-то вот на протяжении всего, всей истории, всего мироздания, есть и богатые и бедные. И, значит, мысли сердца моего будут вам рассказывать твунот, это слова, твуна это как логика, как мудрость такая, да, мудрость, но именно логичная. Отели Машаля Зни, они говорят, преклони ухо к моему Машалю, к моей притче, то есть они людям говорили, значит, преклоните ухо к моей притче, Эфтах бекенор хидати, значит, открываю, я на арфе, кенор это как арфа, я вот в инструментах не разбираюсь, но это или арфа, или, я не знаю даже, как арфа выглядит, или арфа, или скрипка, может, они на скрипках играли, в общем, они говорят, кенор это скрипка, да, арфа, арфа, в общем, есть, которые называют арфа, в общем, перевели арфа, а на иврите это слово кенор, и они говорят, Эфтах бекенор хидати, я открываю арфой хидати, это свою загадку, представьте себе пустыня, и вот такие вот пророки, они вот такой вот текст пели, а царь Давид, который был тоже пророк, но он жил через 800 лет после этого, он, это псалом, который, он его или видел, или слышал, или передавали, но он сам был пророк, и он уже царь Давид, с арфа он тоже пел вот эту песню, весь народ собирался, у царя Давида было 400 воинов, такой спецназ, с которыми он просто там ночами, он захватил все окрестные страны, то есть это было очень удивительное время, в общем, он говорит, Эфтах бекенор хидати, пел он так, открою я кенорам свою загадочку, и дальше, я сейчас на русском вам прочту, потому что уже время прошло, хочу, чтобы вы услышали буквально несколько слов на русском, одну идею, почему боюсь я в дни несчастья, разве неприступность шагов моих окружает меня, то есть он задает вопрос, почему боюсь я в дни несчастья, разве неприступность шагов моих окружает меня, А боюсь я, потому что есть у меня какие-то преступления. Те, кто надеются на силы свои, те, кто хвастаются множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего, не даст и сильному выкупа за себя. Слишком дорог выкуп души, их невозможен он вовек. Ну и так далее. В общем, здесь псалом, в котором он, царь Давид, он рассуждает на тему, прям поет. Это очень такая, это молитва такая, песня Всевышнему. И он говорит, смотрите, люди, зачем вы гоняетесь? Вы гоняетесь все время за какими-то идеями, целями, какими-то почетом, деньгами и так далее. Он говорит, в мире есть одна ценная вещь, всего лишь одна. Это близость ко Всевышнему. И тот, кто гоняется за этой одной целью, быть близким с Творцом мироздания, быть с ним в хороших, быть с ним в близких, в таких теклых отношениях, ему не страшно вообще ничего, ему не нужно богатства, потому что люди богатством пытаются защититься. Ему не нужна слава, потому что люди через славу пытаются вызвать к себе любовь. То есть тот, кто с Богом установил близкие отношения, он это самое ценное и в этом мире, и на вечность. Так вот он пел 49-й псалом, поэтому я вам очень советую перейти потом на страничку, где есть полностью текст хитос, скачать их для себя. Каждую неделю выходит новая книжечка и значит читать псалмы, а мы будем изучать главные идеи. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня, чтобы была у вас хорошая запись, хорошая печать в следующем году. И чтобы было главное, сильное, мощное намерение соединиться со Всевышним, познать его Тору, познать то, что он хочет, чтобы мы делали, и значит жить счастливой и радостной жизнью к Тива Вахатима Туа. Хорошие записи и хорошие печати. И ни в коем случае не засевайте виноград с пшеницей вместе и не пошите на осле, на быте с ослом. Это запрещено. Сегодня, если у вас есть осел и бык, прямо их нельзя вместе запрягать. Все, всем пока.